Первый и последний из запланированных десяти. В Суркуте прошел концерт симфонического оркестра филармонии. Состоялся он на открытом воздухе на площади Советов. Отметим, что с сегодняшнего дня, согласно постановлению губернатора Югры, все массовые мероприятия, в том числе на улице, запрещены. Насладиться единственным выступлением оркестра пришли несколько десятков жителей. Мы вчера здесь были, замечательный концерт, просто душу радует, во-первых. Во-вторых, сегодня в 60-е годы будут мелодии, это еще больше нас радует. Я сама занимаюсь музыкой, учусь в Суркутском музыкальном колледже, и мы тоже участвуем в концертах симфонического оркестра. Ну и в такую прекрасную погоду, почему не посетить такое мероприятие? Сын прислал по телефону о том, что здесь будут мероприятия, я решила сюда сходить, посмотреть, чем дома сидеть, лучше что-то послушать, приятное. Выступление под открытым небом стало последним концертом в сезоне для симфонического оркестра Сургутской филармонии. В следующий раз со зрителями музыканты встретятся в октябре. Отметим, что погода не дала выступлению продлиться запланированный час. В середине программы начался дождь, артистам пришлось преждевременно покинуть зрителей. Вышло постановление губернатора Комаровой от 14-го числа, где четко сказано, что с 16-го числа июня запрет на все массовые мероприятия. Я считаю, что это массовые мероприятия. Поэтому, к сожалению, мы недоработали немножко. В связи с рядом вновь введенных в округе ограничений, сургутяне также беспокоятся и об отмене других мероприятий. 20 июня в филармонии должен состояться концерт, посвященный 110-летию государственного академического хора имени Пятницкого. Ценители музыки переживают, что событие не состоится, что угрозит жителям испорченным настроением, а площадки – миллионными убытками. Однако в департаменте культуры Югры Сургут-24 сообщили, что отменять тур хора по городам региона никто не намерен. Запланированные концерты в Сургуте и Ханты-Мансийске пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, наполовину заполненными залами и обязательным масочным режимом.